привет youtube пора покушать пара тестов я бы сказал сегодня мы с тобой попробуем из вот этой китайской лапши с помощью корейского соуса сделать бульдак 2x spicy а может быть если повезет 3x spicy я не знаю сколько грамм миллиграмм в этом пакетике который в бульдаке лежит а лапша это из Китая который нам привез дружище Женька нам с тобой привез тогда дальнобойщик почему это лапша потому что понимаешь она по структуре несколько похожа по диаметру по калибру короче говоря вот эта лапша похожа на сомян бульдак 2x spicy 3x spicy и прочее вот смотри этот поваренок здесь нарисован мастер коншифу и понимаешь тут непонятно что написано иероглифами надо ее варить не надо ее варить мне кажется просто заваривается тебе кажется дурак вода там включено все греется пока греется в общем ценник я не знаю это лапшу ибо она с Китая привезена нам с тобой Женя и дальнобойщиком это уже повторяется так что попробуем ее минутку-две максимум поварим посмотрим по структуре консистенции и потом из этой глиняной чаши будем есть деревянными предметами как всегда все зожевская кроме едьбы пойдем откроем я думаю что приправу можно кладь ибо в соусе соли особо нету а соли не знаю ну ложка наверное да вот сколько в этом пакете ты считаешь вот пакет с булдаком идет сколько там грамм ложка две ладно две покладем на всякий случай чтобы поесть как поесть уже это у нас ужин с тобою айда откроем вот она наша лапша соус экстремалити который самый который мощный из всех трех троих ну и откроем сейчас и далее по инструкции по нашей с тобою такая у нас инструкция у нас желание сделать что-то похожее на бульдак чтобы вкусно поить забыл сказать я утаил вот здесь чеснок и белорусское сало остатки прям так один пакет и второй пакет даже жиром есть пакет как ты помнишь здесь пентаграммы вверх ну и сама плюшка я знаю показывать или нет ты уже видел ее вот такая желтая значит уже обжаренная тем временем пока мы с тобой болтали блин безумолку вода вскипела благополучно аккуратненько вот так опускаем высыпаем остатки все чтобы ничего не пропало и не отходя прям чтобы не поверить не переварить нам ничего несколько минут минуту может был полторы три вот эту штуку мы как и с булдаком с тобой вот так опустим сюда дабы он растаял и потом вольем блюдо теребонько им чтобы она разошлась прям буквально буквально братцы не больше минуты я вот так ты чувствуешь она даже тверденькая еще может быть даже и варить надо бно пока варится я пакеты могу открыть я успею наш пострел везде пострел вливаем не нужно на воду там капли капля прямо останется опять же фигура тут фигура там вот так распределяем переправу и вот жир какой-то некий это наверное лук и прочие вещи берем ложку и так но мы с тобой договорились пару ложек покласть по моему булдака этого вот примерно пару ложек сейчас посмотрим на консистенцию будет ли красная этот ли это снова нет братцы нихрена не красная в булдаке она сразу краснеет прям не ну маленько красная все-таки вот такое количество воды оставили похлебать хлебалом горячая надеюсь будет очень острая либо когда горячая на острая в общем вот вот такой действовал она не разварилась она не очень плотная твердая так что варить можно пойдем на мукбанг погоди погоди на всякий случай я возьму еще с собой в ум 3 мало ли что понимаешь всем так уж и полезным китам дам варить проб получился ли бульдак о она остренькая по вкусу давай лапшу пробовать очень плотная но все-таки диаметром она меньше она более тонкая но очень плотную честь и хула китайцам настоящий китайский лапша еще у нас с тобой два галета вместо хлеба с тобой вот берем кусочек сала белорусского и в рот кладем прям хочу так можно было что ли да прям в рот а я это хорошо но я еще даю просто наверное очень дорогостоящий весьма дорогостоящий соус но все-таки не возьмем такой цвет как обычно в стандартном булдаке традиционном почему-то не получается так не получилось сало в рот галета вместо хлеба но если и счастье не понравится нам с тобой мы с тобой прибегнем к тяжелой артиллерии это в ум ты и вкус тоже не совсем такой как у булдака традиционного хорошо греет но я еще маленько в ум 3 добавлю прям немножко ну как немножко нормально так неплохо хорошо добавим внутри твой сразу пахнуть невкусно стал очень очень ядерный но очень невкусный этот соус он опоразрывающий но невкусный говном че чеснок у нас тут его тоже надо уничтожить я выход нашел белорусы неправильно посадили сало без лаврушки и без чеснока это не ни в какие ворот я вместе с чесноком просто не ем сало молодец по вкусу как сало с чесноком везде можно найти выход ну неплохо так но экспириенс у нас с тобой выводы делает такие что все-таки из соуса булдак нельзя сделать булдак лапшу нихрена даже если ту же самую лапшу взять булдачную все равно булдак не больше потому что понимаешь соус совершенно другой не тот где-то обманули это или китайцы не раскрывать свои секреты волшебные или раз он обманывает или то и другое сильно но это в ум дает просраться хорошо ну примерно наверное как 2x спайси примерно такое что-то где-то около этого но не так вкусно традиционного вкуса булдака нету здесь совершенно практически что-то где-то там далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко урок окончен все свободны ну а пока исключение грусти скромных овощей береги себя и среди близких здоровья всем сибирского серенара пока спасибо за просмотр дорогой друг ставь лайк ценю и видео подписывайся на канал